Тарифы в системе для грузоперевозчиков Платон в ближайшее время будут индексироваться лишь на четверть от ранее запланированных объемов. Другими словами, рост оплаты будет происходить медленнее. Такое решение стало одним из итогов встречи Дмитрия Медведева с представителями малого и среднего бизнеса в сфере автоперевозок. Кроме того, глава правительства поддержал идею публично контролировать распределение собранных в Платоне денег. Подробности у Дмитрия Кочеткова. С 15 апреля тарифы за один километр проезда по федеральной трассе должны были увеличиться в два раза до 3 рублей 6 копеек за километр. Дальнобойщики просили хотя бы сделать скидку по Платону за большой километраж. Глава правительства и лидер Единой России Дмитрий Медведев назвал эту идею разумной, а затем предложил вообще не торопиться с резким повышением тарифов. Я считаю, могли бы вот эту экспериментальную часть не сплющить, а растянуть и продлить льготный период, который существует. То есть отказаться в настоящий момент на время от более жестких решений, которые были приняты, и проиндексировать тариф на ближайшее время на меньшие суммы. То есть на 25% к установленному сегодня тарифу. Дальнобойщики не скрывали радости. Это решение поможет перевозчикам постепенно адаптироваться к Платону. Кстати, к самой идее взимания денег за проезд по федеральным трассам ни у кого из участников этой встречи вопросов нет. Все достаточно в белую работают, добросовестно относятся и к своим обязанностям, и к законам. Но есть часть перевозчиков, которые эту систему не оплачивают по определенным причинам. Как оцениваете? Вы знаете, мы оцениваем ее положительно. Она очень многие фундаментальные вещи показала те транспортные компании, тех перевозчиков, индивидуальных предпринимательных, частных лиц, которые готовы и хотят соблюдать закон, которые хотят работать в белую, не платить взятки. Но есть контингент, который нарушает здоровую конкурентную среду. Совершенно очевидно, что эта система только развивается. У нее есть недостатки, и эти недостатки должны устраняться. Причем не так, как захотелось тут присутствующим джентльменам. А давай вот здесь вот так сделаем. А в диалоге именно с вами. Потому что вы этой системой пользуетесь, вы деньги туда платите, и вы видите все ее сильные стороны и все ее слабые стороны. Другая проблема множества категорий федеральных дорог. Например, на очень загруженной трассе Москва-Смоленск. На одном участке вес фуры ограничен 11 тоннами, на другом 10, на третьем 9. Если выехал с весом в 11 тонн, за нарушение придется платить. И не всегда официально. Кроме того, дальнобойщики жалуются, что нарушителя отгоняют на специальные штрафные стоянки. Пока там до Белоруссии, так сказать, много раз нас остановили, обули, а что делать? Приходится людям платить, так сказать, давайте по федеральным трассам сделаем там 11 или 11,5 тонн все дороги. Потому что мы уже ущерб наносим. В регламе штрафстоянах не прописано, как забрать машину, как устранить причину задержания. И все выстроено таким образом, что прийти надо и договориться. По категорийности дорог. Дороги как лоскутное одеяло. Едешь там, одна дорога, значит, одна нагрузка, потом сразу же другая. Я не уверен, что все это сделано со злыми целями, так сказать, по злому умыслу. Вы знаете прекрасное состояние нашего дорожного фонда. Он, мягко говоря, и раньше, и в советские времена был не идеальный. И сейчас он довольно сложный. Но то, что здесь должно происходить какое-то выравнивание, это совершенно очевидно. Потому что в противном случае это просто повод для злоупотреблений, для манипуляций. Вот едешь, едешь, и бац, привет, значит, плати. По поводу штрафных стоянок. Я услышал то, что вы сказали, что в основном это такая отмывка для тех, кто пытается на этом деньги зарабатывать. Наверное, не везде, но в целом с этим тоже нужно разбираться. По итогам встречи с дальнобойщиками поручений кабинету будет несколько. И, как пообещал Медведев, они в будущем станут нормативными актами. По платону, по весовому контролю, про прозрачности дорог, как это все работает, про стоянки, про эвакуации. Но мы все задели. Вот все, которые были больны, вопросы практически были все обговорены. Мы остались довольны, что нас услышали. Это очень полезный, на самом деле, контакт. Это очень полезная сфера такого непосредственного общения, когда напрямую, с глазу на глаз у нас в партии мы обсуждаем те проблемы, которые волнуют сегодня большое количество людей. Что же касается индексации платы в системе Платон не в два раза, а на 25%. Постановление о правительстве выйдет уже в эту пятницу. Дмитрий Кочетков, Александр Исаев, Светлана Баркова, Первый канал.